Обитателей гаражного кооператива на улице Альпийская сегодня разбудила полиция. Рейд начали в 7 утра, чтобы застать хоть кого-то дома. Цель – проверка документов. Стражи порядка выясняют, на каком основании люди живут в нежилых помещениях. Первые гаражи появились здесь, на Альпийской, еще в конце 70-х. Тогда люди своими подписями в уставе кооператива заверяли, что жить они здесь не будут, только хранить машины. Но сегодня автомобили хранятся вот так, на улице. А в самих гаражах, которые уже больше походят на многоквартирные дома, живут люди и не всегда благополучные. Сегодня комплексные проверки путем обхода жил массива. Направлены, конечно, на выявление лиц, склонных к совершению преступления, лиц, значит, ранее судимых, лиц, которые нарушают миграционное законодательство. Есть информация, значит, по лицам здесь и употребляющим наркотики, есть, значит, информация по лицам, занимающихся проституцией. То есть, такие факты уже выявляем, документируем, значит, будем привлекать к ответственности. Хозяева так называемых жилых гаражей активно сдают квадратные метры. Между тем, условий для нормальной жизни здесь никаких. Еще в феврале кооператив отключили от воды ввиду отсутствия канализации. Но выход быстро нашелся. Так, на крышах появились бочки с привозной водой. Другие пользуются пятилитровой пластиковой тарой. Ну, а использованная вода так и продолжает стекать прямо на грунт. Здесь мы работаем действительно совместно с администрацией. Задача отфиксировать это все, значит, установить лиц, которые это совершают, да, для дальнейшего привлечения их к административной ответственности за данное деяние. Нарушения не только фиксируют, но и тут же устраняют, отрезая жильцов от импровизированной системы подачи воды. Всего только в центральном районе Сочи 68 гаражных кооперативов. И только в гаражах на Альпийской нет канализации. Если верить вот этому объявлению, местные жители начали срочно собирать деньги на ее прокладку. Но когда это случится, вопрос открытый. А это значит, что комиссия здесь появится еще не раз.